Привет! Это подкаст «Капельница страха», где мы обсуждаем жанр хоррор в мире искусства во всем его многообразии. Добро пожаловать обратно, друзья, в мой подкаст. И прежде чем начать, мне хотелось бы уделить пару вашего драгоценного времени и дисклеймеру, который посвящен вообще длительности моих подкастов. Если они кажутся вам слишком длинными и слишком затянутыми, и вы хотите просто, например, узнать оценку и конечный вердикт, у меня для вас несколько вариантов. Либо просто промотаете данный подкаст к самому концу, обещая, что там будет то, что вы хотите, либо всегда есть кинопоиск, где прекрасные талантливые авторы пишут замечательные короткие рецензии о кино. Я сама регулярно им пользуюсь, постоянно читаю рецензии разных людей. И, по-моему, вот и весь выход. Дело в том, что я в своем подкасте говорю о кино и говорю ровно столько, сколько захочу, потому что я на своей территории, я у себя дома, я обожаю кино и могу говорить о нем бесконечно. И мы не просто здесь оцениваем кино, выносим ему вердикт, но мы в первую очередь говорим об искусстве, которое вызывает эмоции и провоцирует чувства. И, поверьте, я говорю о кино в капельнице страха гораздо меньше, чем мне хотелось бы. Ну, потому что в противном случае просто не хватило бы часов в сутках. Все, друзья, без обид, поехали дальше. И первое, с чего обязательно стоит начать, это с утверждения о том, что синистер — это вовсе не синистер. Кого-то данный факт, может быть, разочарует. Меня лично совершенно никак не расстроил, не смутил, потому что к концу просмотра, как мне показалось, именно таким, вот таким должен быть идеальный собиратель душ, вот что недавно мы с вами обсуждали с Николасом Кейджем, свежий фильмец с названием англоязычным «Long Legs», «Длинноногий», чтобы встать хотя бы на полступени ближе к тому самому молчанию ягнят, да, то есть критики и создатели-собирателя душ. Я подчеркну, собиратель душ, не пожиратель душ. Внимание, да, это вот тот самый хоррор, тоже осенний криминальный триллер с Николасом Кейджем и Майкой Монро в главных ролях, да. И критики, и создатели данного кино постоянно говорили о том, что они создали что-то такое напоминающее молчание ягнят. Так вот, нет, мне кажется, что именно вот этот «Синистер» 24-го года, «Пожиратель душ», вот это то, чем должен был стать собиратель душ. Это очень добротный, интересный криминальный триллер. Вы знаете, трудно, правда, трудно снимать криминальные триллеры в современном мире, в современное время кинематографа, и я честно, я честно не знаю, почему. Основная проблема, знаете, все очень классно с размаху, просто с разбегу начинают. Очень интересная какая-то вот задумка. Они разгоняются, разгоняются, даже к середине всё как-то интересно, всё здорово. И чаще всего на концовке всё как-то сдувается, не договаривается, или просто всё как-то скатывается в нечто очень инфантильное. И, ну да, начали за здравие, закончили за упокой. В случае с «Пожирателем душ» такого эффекта не было совсем, поэтому я вот сейчас буквально вот не кривя душой говорю вам, что это добротный, интересный криминальный триллер. В кино и в описании не было сказано, что он основан на реальных событиях, но он действительно основан на реальных событиях. Это такой достаточно собирательный, наверное, образ. Это не какая-то конкретная история. И в данном случае я опираюсь сугубо на свой личный опыт. Напомню, что тем, кто не знает, я по профессии вообще журналист. И в своё время, ну не то, что увлекалась, но по долгу службы, так сказать, по долгу учёбы увлекалась изучением освещения криминальной хроники. И вот эта вот тема с похищением детей была мне интересна, я много изучала всяких газетных вырезок, в интернете много чего читала. В общем, я могу вам сказать, что всё, что показано в этом кино, это основано на реальных событиях просто от и до. Кадры, локации, заголовки новостей. Я реально всё это уже где-то видела, вот реально покадрово некоторые моменты. Я помню эти фотографии где-то вот в каких-то реально газетных вырезках, в каких-то заголовках. Я это видела. И от этого мне было очень жутко, мне было очень страшно, правда, просто потому что вот то, что там показано, это наша окружающая реальность. И нет, блин, ничего страшнее реальности. Нет ничего. Знаете, ещё хочется немножко поговорить о том, почему «синистр», потому что, я уверена, будут вопросы. Я понимаю, я понимаю, почему русский перевод решил использовать слово «синистр». Напомню вам, что этот фильм абсолютно просто от ногтей до макушки французского происхождения. И название у него точно такое же французское, именно «Пожиратель душ». Ни о каком «синистере» там речи не идёт, никакой связи с предыдущими частями там нет. У меня есть такое наивное подозрение, что в 2024 году вышел «Пожиратель душ», и буквально через несколько месяцев у нас вышел «Собиратель душ». Не знаю, почему так перевели, учитывая, что оригинальное название «Длинноногий». Могли бы, в принципе, и оставить это название. Мне кажется, очень эпично, ярко звучит. Я думаю, добавили «синистер», чтобы просто люди не запутались. Хотя в итоге, наоборот, все, мне кажется, просто запутались, в том числе и я. Но никакого разочарования. Вот лично у меня не было, потому что мне фильм реально понравился. И есть, безусловно, есть вот эта тема с похищением детей, которая также использовалась в оригинальных «Синистерах». Так что я думаю, что вас фильм вот в данном случае не должен разочаровать, потому что вот эта вот вся эстетика и атмосфера «Синистера», она присутствует в какой-то мере. Да, это, конечно, в целом и в общем неудачный ход, который расстроил фанатов «Синистера». Однако компенсация оказалась весьма достойной. Знаете, моральный ущерб с лихвой оплачен. И я вот, например, осталась совершенно без обид и разочарований. Давайте я скажу пару слов о режиссерах данного кино. Мне кажется, они заслуживают внимания. О режиссерах, потому что их двое. И это двое мужчин. Хотя мне изначально казалось, что Жюльен — это женское имя. Ну да ладно. Издание «Коммерсант» назвала режиссера год первого Александра Бустильо представителем новой экстремальной французской волны именно хорроров. Что бы это ни значило, не знаю, что это значит и входит ли в эту волну, например, Паскаль Лажье со своими мученицами. Но Александр Бустильо и Жюльен Мури, надеюсь, я правильно говорю, они работают в паре. Что бы это ни значило, я не знаю, кто они друг другу, братья, небратья, товарищи, может быть, просто коллеги. Неизвестно, но у них много фильмов, над которыми они работали в паре. И это реально тот случай, когда две головы реально лучше, чем одна. Да, их имена мне ранее не знакомы, но я уже внесла в свой виш-лист фильм «Дом на глубине» этих же режиссеров. У него достаточно неплохая оценка на кинопоиски, такая же, как у Синистера. Мне кажется, что тема тоже такая интересная, учитывая, насколько вообще я боюсь, блин, глубины и боюсь плавать на глубине. Но посмотрим. Наверное, я думаю, это будет интересно, потому что вообще французский взгляд на хорроры. Он интересный, он особенный, и он какой-то прям очень уж завораживающий, в отличие от такой традиционной, классической американской школы. Но об этом давайте чуть позже. Мы с вами постепенно наращиваем темп и переходим к непосредственному обсуждению деталей кино. Да, эти двое мужчин, конечно, обоим им примерно по 40 лет, достаточно молодые, можно сказать, и специализируются они в основном на хоррорах. Пожиратель душ. Я пыталась найти информацию о том, какой у него бюджет, потому что фильм смотрится очень уж монументально. Огромное внимание деталям было уделено. Видно, что бюджет, блин, солидный. Но я не нашла никакой информации, может быть, вы мне напишите. Что интересно и о чем стоит поговорить, во всех странах, других странах, кроме России, фильм собрал 880 тысяч долларов в сборах, да? А в России собрали вообще всего около 800 тысяч долларов. То есть, прикиньте, вся Россия посмотрела данный фильм, как вот все остальные другие страны по количеству, и принесла создателям довольно-таки много денежек. Чтобы, я не знаю, о чем должна вам эта информация сказать, наверное, о том, что существует такое поверье, что хорроры в России непопулярны. Например, вы наверняка замечали, что вот назовите мне какой-нибудь хороший отечественный хоррор, такой, знаете, не местечковый, а который, например, получил призвание и неплохие оценки за границей. Вот я, например, сходу такого хоррора назвать не могу, хотя у меня есть какие-то там... Да нет, даже не могу назвать ни одного. Вот правда. Вот распините меня, но не могу назвать. Напишите в комментариях, какой российский хоррор вы считаете прям очень крутым, помпезным и достойным, например, ну, Каннского кинофестиваля, например. Хотя это я уже загнула. Хоррор все-таки это такой, знаете, достаточно аутсайдерский, жанр достаточно узкий. Но мне вот всегда казалось, что хорроры в России непопулярны. Но здесь какой-то реально сработал, наверное, эффект Синистера. Люди хотели увидеть продолжение истории и пошли в кино. Да, и вот, наверное, поэтому такое большое количество сборов у нас в России. Ну, в принципе, и ладно. Фильм реально достойный. Я бы в свое время, если тоже пошла бы в кино, я бы не пожалела ни копейки на просмотр этой картины. Но давайте переходим, наверное, к самому интересному. Как всегда, начинаем с картинки, атмосферы и операторской работы. Я очень редко раздаю подобные оценки. Вот редко, ребята. Но визуал 10 из 10. Я пытаюсь что-то снять, пытаюсь вот что-то придраться к чему-то. Не могу, не могу. Отдельная награда должна достаться оператору, монтажеру и специалисту по цветокоррекции и постобработке, как мне кажется. Да, это атмосферная, осенняя, холодная, пронизывающая французская глубинка поздней осенью. Все эти дождливые пейзажи, густые леса. Крайне необычно видеть Францию. И вообще мало кто показывает нам вот такую мрачную, заплаканную Францию. Знаете, как обратная сторона луны. С одной стороны, французские фильмы показывают нам все тот же Париж, Шейф и Левую башню. Ну, на худой конец, может быть, Альпы или Лазурное побережье, да. Но вот та Франция, которая показана в данном кино, она мне очень понравилась. Мне кажется, это очень круто, это очень красиво. Ну, я люблю осень и люблю леса, поэтому режиссеры прям вот немножечко вот меня вот подлезали, так сказать. Да, это кино предназначено для показа на большом экране 100%. И я немножко жалею, что я в свое время летом не пошла в кинотеатр. Но я достаточно скептически отношусь к продолжениям известных франшиз. Да, сказала Света, которая просто обожает все 10 частей пилы. Ну, бывают удачные, бывают и исключения. Я совершенно не против взять свои слова обратно. Но почему-то в случае с Синистером мне не хотелось идти. Мне казалось, что будет так себе. Вот. Но сейчас мне очень хотелось бы пересмотреть картину вот реально в кинотеатре. В кинотеатре, я думаю, будет очень красиво и очень по-осеннему. Мне казалось, что я физически ощущаю вот этот аромат осеннего леса, земли после дождя, запаха деревянного дома и, прости господи, трупа закопанной собаки. При просмотре словно активизировались все пять чувств. Вот шестое чувство интуитивное, да, как говорят, вот оно у меня молчало. Она что-то пыталась предполагать, оно пыталось найти возможный вариант концовки, но оно проиграло. Оно потом уже, конечно, поняло, поняло, как правильно сказать, но все равно ошиблась. Построение кадров, ракурсы, крупные планы. Мне очень понравился эффект, знаете, овальной линзы и размытия фона. В некоторых моментах просто это было очень эффектно. Мне кажется, обратите внимание, кто будет смотреть, вот такой красивый эффект размытия фона в такой круглой овальной линзе. Да и, в принципе, там вот такое красивое размытие. Не знаю, мне прям очень нравится этот эффект. Ну и цветокоррекция просто прекрасная. Глаз реально радуется. Очень красивая картинка. Про построение кадра также. Все достаточно, знаете, по классике, но видно, что создатели, ну, блин, любят природу и точку. Ну, хотят они показывать природу, а я не против, мне все нравится. Поэтому, да, браво всей команде по работе с картинкой. Ну, правда, я пытаюсь придраться, ребят, но мне не к чему придираться, пытаюсь покритиковать. Ну, объем работ был колоссальный сделан и выполнен с, ну, блин, грамотным профессионализмом. Переходим к самому ответственному моменту. Моменту — это сценарий, сюжет, история и финал. Ну, скажу так. Самые жуткие хорроры для меня, не знаю, какие для вас, напишите, пожалуйста, в комментариях, какие хорроры для вас самые жуткие, это с темой безысходности, тотальной безысходности, либо реалистичности. Ну, например, ну, вот сравним. Какие-нибудь скримеры с маньяками, да, и скандал родителей за обеденным столом, страшная морда внезапного призрака и ситуация, от которой не застрахован вообще никто в жизни. Для меня выбор очевиден. Я никогда не выберу призраков, да. Я отмечу многогранность и многослойность сюжета, она такая, как слоёный пирог, как капуста, очень такое добротное наслоение. Но все эти слои — часть единого существа, организма, творения. Считайте, как вам удобно. Сюжет с каждой минутой становится всё запутаннее, запутаннее. И вам кажется, что вы вообще к концу либо в нём не разберётесь, либо будет какая-то совершенно нелепая концовка. Я так, по крайней мере, думала. Но к финалу мозаика складывается в единую картину. А вещи, которые вызывали недопонимание, обретают ответы. Это круто, это профессионализм. Ну, например, вам станет понятно, почему, например, главный герой постоянно кричал на каждой своей пробежке. Совершенно, казалось бы, непонятная деталь. Он бежит и в конце почему-то кричит. Или почему он вроде бы следователь, но не в полицейской форме. В фильме нет лишних сцен. Это важно. Я считаю, это очень важно. Там нет лишних диалогов. Хотя, может быть, вам покажется, что это за персонаж, почему они уделили ему время, к чему этот разговор. Но к концу вам станет понятно, что ничего нельзя вырезать, иначе вопросы зрителя никуда не исчезнут. Видно, ну это не вороженным глазом, видно, что режиссер набил руку много раз, получил колоссальный опыт и выдал профессиональный, у меня единственное слово, которое напрашивается, это профессиональный, классический в своем роде сценарий, достойного хоррор-детектива. Матерость и филигранность почерка, она, вы знаете, с такой чистой французской изысканностью подается нам. Интересно изучать французскую волну. Я, кстати говоря, может быть, когда-нибудь сниму подкаст про Паскаля Ложье, про мученицы, еще у него были какие-то фильмы. Тоже достаточно интересное видение. И что объединяет французский кинематограф, как мне кажется, это идея, некое социальное явление, вокруг которого обрисовывается уже сюжет. То есть сначала всегда какая-то проблематика, и только потом идет уже сюжет и история. Но об этом тоже немножко попозже. Финал. Финал двухэтапный. Концовка двойная. Это эффектный прием, идеально завершивший данную историю. Мне кажется, что ничего лучше придумать просто нельзя. Это тот финал, который должен быть. Вот третьего просто не дано. Это идеальный финал. Да, кисло-сладкий. Ну, жизнь такая. В жизни нет ничего черного и белого. Особенно добра и зла, кстати, тоже. Но в конце финал меня прям опустошил. Финал прям реально выедает тебя просто, как оставляя только одну лишь скорлупу, ввергая в экзистенциональное состояние. Правда. У меня было странное ощущение после просмотра. Нечто похожее я испытывала, наверное, после фильмов триера, но как-то по-другому. Как-то очень по-другому, потому что триер все равно художник, и у него просто особое видение на некоторые вещи. И я все равно смотрю его кино как некую творческую выдумку, как произведение искусства. Данный фильм, он просто говорит тебе в лоб то, что есть в нашем мире. Вот закрывает и глаза, убегает и от этого. Но оно есть, и оно, возможно, будет. От этого грустно. И я уже вам говорила чуть раньше. Сюжет строится вокруг конкретной проблемы, обрастая истории. Если вы любите играть в хоррор-игры, есть такой разработчик, японский Chilos или Shilos Art. Наверняка, если вы любите купленного смотреть, то усмотрели данные его летсплеи. Это игры о японской действительности. В принципе, там автор совершенно не заморачивается с придумыванием и выдумыванием очень витиеватых сюжетов. Он берет определенную японскую проблему, которая реально существует в обществе, и помещает вот в эту проблему главного героя, то бишь игрока. Получается жутко страшно. Вот серьезно. Вот не нужно ничего. Пишите, говорите, снимайте, играйте действительность, и это действительно будет хорошим хоррором. Соответственно, такие фильмы обычно смотреть, ну как мне кажется, лично мне интереснее, нежели хорроры, снятые ради просто напугать зрителя. Ну да, я люблю такое кино. Я люблю такое кино, где если употребляется насилие и жестокость, то это не выглядит насилием ради насилия. Ну при всем моем уважении к слэшерам и к ужасающим, например. Ну, например, я не смотрела второго ворона, или какой он там, третий получается уже, который вот новый. Но я читала отзывы, и люди писали, что в целом история любви очень странная там показана, как будто бы ею прикрывается вот эта вот фраза насилие ради насилия. Якобы в первом классическом вороне показана реальная история любви и то, на что ты готов пойти ради возлюбленной. А вот в новом, соответственно, просто насилие ради насилия одно вытекает из другого и оправдывает друг друга. Я не смотрела последнюю часть, эту новую, но есть вот такая же у меня аналогия и с фильмом «Синистр» 24-го года. Да, основная линия и развязка пожирателя душ покажутся вам, может быть, знакомыми, особенно вот этот вот метод двухэтапного финала, но не знаю, мне было смотреть интересно. Хочу отметить хороший тайминг, час 48, прям очень достойное, мне кажется, удачное время, час 20 было бы слишком мало, два часа, может быть, слишком много, а тут прям получилось идеально раскрыть персонажей, показать их проблематику, их внутренний конфликт. Мне кажется, очень хороший тайминг. Я, кстати, тоже обращаю на это внимание. Вот смотрите кино, и кажется, что вот не хватает еще минут 10. Или, наоборот, фильм слишком затянут. Здесь такого нет, здесь, мне кажется, все очень прекрасно. Также, конечно же, хороший каст, хорошая актерская подборка. Поэтому мы, соответственно, переходим к актерской игре, к персонажам и характерам. Актерская игра в данном кино неспешная, как мой текущий подкаст. Неспешная, вдумчивая, но при этом не театральная, но чувственная все-таки, потому что герои вызвали у меня сопереживание. И вся эта проникновенность усиливалась, знаете, чем? Вот не поверите. Простыми жизненными типажами главных героев. Вот они настоящие. Они живые. Лишенные прилизанного голливудского лоска, какой-то искусственности, накладных ресниц. Это люди, которые реально ходят вокруг вас по улицам. Очень хорошая актерская работа проделана в плане подборки, кастинг. И от этого становится, блин, еще страшнее. Ты лишний раз убеждаешься, что все подобное может случиться с каждым. Не только там с тобой, но и с твоим соседом, с твоим родственником. Потому что вот даже с такими обыкновенными людьми это происходит. От этого страшно, и мне кажется, очень здорово, что подобрали именно таких актеров. Я не говорю о том, что они там какие-то страшненькие или еще что-то. Просто они не выглядят вот такими, ну как это вот типичные голливудские актеры. Они не выглядят голливудскими актерами, но они замечательно играют и не играют прям вот вдумчиво. Не так, что вот тысячи эмоций у тебя на показ, ты там рвешь на себе рубаху и плачешь закапанными слезами. Они играют вот прям... Ну, это чувственная игра. Я ничего не могу в этом плане рассказать вам. Это надо смотреть. Это нужно просто увидеть. Также я отмечу, что в кино нет лишних персонажей и актеров ради массовки. Вот как-то вот каждый персонаж очень важен. И в том числе даже те, кто намеренно отвлекал внимание зрителя, перетягивая одеяло на себя. Такие персонажи были, и мне кажется, это достаточно интересный режиссерский ход. Я такого, кстати, не видела еще. Четкий, лаконичный, хоть и достаточно многослойный сценарий, но где ни прибавить, ни убавить. Может быть, немножечко такая легкая инфантильность. Также присутствует какая-то наивность, потому что слишком уж мозаика хорошо складывалась. Но все равно, все равно чувствуется профессиональная рука режиссеров и сценаристов. Ну и, конечно же, конечно же, сейчас меня запишут в психопаты. Отдельных аплодисментов заслуживает сцена кровавой драки. Те, кто смотрел кино, поймут меня. Я не буду прям спойлерить. Ну, вы поймете. И вы будете смотреть, и вы поймете. Сцена кровавой драки, вот уж такого я не видела еще нигде. Ну, это шедевр. Это шедевр, товарищи. Вот если бы я была бы актрисой, я бы втайне очень хотела бы сняться в этой сцене. Я представляю, как это было на съемочной площадке. Блин, это шедевр. Это просто шедевр. Поэтому, подводя итог всему вышесказанному, «Пожиратель душ», «Синистер», что это такое? Это жизненный, очень жизненный, очень насущный, 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 актуальный фильм, особенно в наше время. Да и лет 10 назад, я думаю, он тоже был актуален. Это фильм о гниении нашего общества, о разложении человеческой души и о том, на что готов пойти человек ради денег. И, конечно, о противостоянии злу, о переступании через какие-то святые истины, условно святые, да, как бы со дна постучали и постучат еще не один раз. Напоследок скажу следующее. Умереть не страшно. Страшно стать призраком при жизни. Поэтому моя личная оценка данному кино 9 из 10. Хотела бы поставить десяточку, но один балл сняла, вот прям с натяжкой. Сняла за бутафорскую кровь, которая выглядела уж слишком оранжевой. Мне кажется, ну, я не знаю, я не разбираюсь в том, какая должна быть кровь, но она выглядела как кетчуп местами. Мне кажется, можно было с таким приличным бюджетом ну, как-то заморочиться, может быть, сделать более реалистично. Но это вообще фигня. Это все фигня. В целом, браво! И обязательно пересмотрю в кино, если вдруг когда-нибудь будут показывать. Также отмечу один забавный момент. Вы тоже его узнаете. Это сцена с женщиной в угах. Чтобы вам более сделать картинку красочной, представьте себе французскую глубинку. Французская глубинка – это не то, что вы себе подразумеваете. Это не русская глубинка. Там есть все. Там есть все. Там очень чисто, очень аккуратно, большие, шикарные, я бы сказала, дома, просто построенные с очень, ну, как сказать, достаточно большим бюджетом. Есть школы, есть детские сады, был когда-то санаторий. Ну, есть абсолютно все для жизни и все очень-очень ухоженно и аккуратно. И когда следователь подъезжает, приходит к этой женщине, чтобы поспрашивать ее о преступлениях, женщина жалуется ему, что это все вокруг дыра-дырой, одно дерьмо, и заняться здесь нечем. Вы знаете, данную женщину нужно бы куда-нибудь в заброшенную Костромскую деревеньку пожить так несколько месяцев. Я думаю, она бы, сверкая пятками, своими угами, прибежала бы снова в свою обратно французскую деревеньку. Ну, обратите внимание, классная вообще деревушка. И наверняка уже есть мемы, наверняка, я уверена, есть уже мемы на эту тему, что мечтаю переехать во французскую глубинку ожидания. И реальность. Ну, да, ладно. На этом я завершаю свой длинный подкаст. У меня уже, у меня так пересохло в горле, я все записываю одним дублем. Уже очень устала, и надеюсь, что фильм вам, а не знаю, напишите в комментариях, понравился вам фильм или нет. Мы все разные, у нас разные мнения. Уверена, что если вы, все, все, я запинаюсь, если вы любите хорроры, то фильм, ну, скорее всего, займет некоторое место в вашем сердечке. Может быть, не первое, не второе, не третье, но, возможно, в какой-нибудь ваш личный топ войдет. Если вы не любите ужасы, если вы очень впечатлительный человек, и вы трепетно относитесь к теме детей, то, наверное, данное кино вам смотреть не стоит. Ну, крепче спать будете. Это я сейчас не шучу, это серьезно. У данного кино стоит пометка 18+, и, поверьте мне, это не с бухты-барахты взято. Это действительно 18+, причем, может быть, даже 21+. Смотрите на свой страх и риск, я вас предупредила. Оставляйте свои комментарии, не забывайте подписываться на мой телеграм, на мой паблик ВКонтакте, где я постоянно выкладываю какие-то свои фотографии с собачками, истории из жизни, писательские дневники, заметки обо всем и ни о чем. И уже очень скоро услышимся с вами в следующих подкастах. Все, будьте здоровы, друзья. Пока-пока.